Всем привет! С вами Евгений Погребежский. В этом видео я буду говорить про напитки типа тархуна, колы и содовая вода. Эти напитки можно употреблять по-разному. Но лично я хотел бы поделиться своим опытом насчет, например, тархуна. Как употреблять тархун? Во-первых, не всем людям он подойдет. Начнем с этого. И если вы хотите его употреблять именно в целях для здоровья, лично я могу поделиться с вами своим опытом, как я это делаю. Я употребляю тархун таким образом. Я употребляю, значит, утром, допустим, я кушаю, ну, например, там покушал. И после этого, значит, перед тем, что я буду обедать, где-то за не менее часа, желательно где-то 2 часа, но не менее часа до обеда на голодный желудок, чтобы прошло с момента первого приятия пищи до следующего хотя бы 4 часа. И вот где-то за час до того, что кушаешь, час, желательно 2, можно налить полстакана тархуна, дать возможность выйти газу, ну, как минимум. Опять же, если там бутылка полная, то, соответственно, максимально будет время выходить газ, и на это надо дать где-то хотя бы минут 40. Ну, если, например, бутылка ближе уже к концу, там мало газа, то может даже и 15 минут хватить. Ну, не менее 15 минут надо выпускать газ, полстаканчика, где-то за час или два до принятия пищи, ну, до обеда. Это тархун. Значит, теперь сода. Содовая вода, я ее пью таким образом. Значит, я ее пью, значит, так, где-то в районе где-то 2 часов, не раньше, после еды. Допустим, покушал, и где-то прошло где-то хотя бы 2 часа, и можно ее принимать, значит, таким образом. Я ее принимаю таким образом. Значит, я беру, наливаю полстакана, ну, как бы четверть, полстакана содовой воды, а потом наливаю обычную воду на этот очиститель, а дополняю до полного стакана. Соответственно, есть одна ошибка. Наливать сначала воду, а потом соду, содовую воду. Сначала это неправильно, это будет газ максимальный, и это будет нехорошо. Лучше всего налить содовую воду, где-то полстаканчика, четверть стакана, и все остальное заполнить обычной водой с очистителя. Ну, или если у вас есть какая-то другая вода, ну, соответственно, не с крана. Ну, короче, чистая питьевая вода. Скажем так, наливаем полстакана или четверть стакана содовой воды, и дополняем это обычной питьевой водой, которую вы пьете. Что еще можно рассказать? Еще я не рассказал насчет колы. Значит, насчет колы такая ситуация. Колу надо принимать немножко по-другому. Ну, я ее принимаю немножко иначе. Колу, значит, принимаем так. Колу принимаем где-то за... Во-первых, ее надо налить колу, стаканчик колы, например. Налили стаканчик колы. Допустим, кола с холодильника. Набираем стаканчик колы. И даем ей постоять как минимум 15 минут. Не менее 15 минут. Опять же, я здесь никому ничего не рекомендую. Я просто делюсь своим опытом, как делаю это я. Значит, после этого через где-то 15-20 минут, желательно побольше, но минимум 15 минут. Мы берем, выпиваем колу. И после этого... И при этом ничего не кушаем. Это надо сделать, значит, сейчас объясню. Когда до принятия пищи... Вот то же самое, как тархун, есть время, которое где-то 4 часа. Только после этого можно его принимать. Если, допустим, мы покушали, допустим, прошло час или два, и мы выпили тархун и подождали, допустим, там час или два еще, то это не хороший вариант. Почему? Потому что в этом случае никакие свойства его не повлияют хорошо. Почему? Потому что тархун фактически это антивоспалительный препарат, можно так сказать. Опять же, на окрасный организм он влияет по-разному. Есть люди, для которых он антивоспалительный, а есть, которые, наоборот, возбуждают какие-то нехорошие вещи. Поэтому я говорю конкретно за свой конкретный опыт. И для того, чтобы он действительно проявил свои свойства, я его, значит, пью где-то не менее 4 часа после того, что я поел, должно пройти. На голодный желудок выпиваю, ну, соответственно, я его ставлю, чтобы вышел газ, потом выпиваю, и проходит этот час, минимум, лучше два, после этого куша. Это тархун. Значит, сода, полстакана или четверть стакана, мы сказали, содовой воды, и после этого добавляем питьевую обычную воду, допустим, с очистителя. И, соответственно, или кто покупает, допустим, бутылок, можно обычную минеральную воду с бутылок добавить. И, значит, колу где-то тоже, где-то 4 часа после еды, до следующего приема пищи, когда остается где-то, ну, не менее получаса. Значит, мы выставляем колу, даем выйти газу, минимум 15 минут. Ну, в принципе, больше, чем полчаса, как бы не стоит. Ну, 15 минут минимум. Даем выйти газу. После этого выпили колу, ничего не кушая. Выпили колу и ждем еще где-то полчаса. Вот после этих полчаса можно уже начинать кушать, и все, ну, полчаса 40 минут, можно начинать кушать, и все нормально. Лично я вот вывел такой, ну, опыт, что кола таким образом лично мне нормально, как бы, ну, мой организм ее воспринимает, потому что, что получается, когда мы пьем колу и начинаем кушать, начинаются разные нехорошие процессы. Поэтому я лично для себя выявил, что я пью колу таким образом. Выставляю где-то на 15 минут, чтобы вышел газ, после этого выпиваю, и, соответственно, жду еще полчаса. И при этом это должно быть где-то 4 часа после, как бы, предыдущего приема пищи, и за полчаса, как бы, выпиваю, и где-то полчаса 40 минут до следующего приема пищи. Таким образом я принимаю, как бы, ну, как бы пью, так, колу, соду и тархун. Я поделился своим опытом, ничего никому не рекомендую. Это лично мой опыт. Вы можете на свое усмотрение принимать любые, там, всякие продукты и все остальное. Здесь был чисто мой личный опыт, которым я поделился. С вами был Евгений Погребежский. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова